Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всего один колодец в Африке поможет решить множество проблем местного населения. Первое – спасение от жажды. В сутки человеку необходимо потреблять около двух литров воды, и жители деревень проходят по несколько километров до ближайшего источника для утоления своих нужд. Второе – развитие земледелия. Даже небольшой колодец значительно расширит сельское хозяйство, которое является основой экономики в бедных странах. Третье – строительство домов. Доступ к воде сильно облегчает изготовление глиняных кирпичей, и сооружение более прочных домов проходит быстрее. Четвертое – соблюдение гигиены. Отсутствие чистой воды – основная причина эпидемии в Африке. Построив лишь один колодец, вы спасаете жизни людей и помогаете развитию страны. Фонд «Живое сердце». Вместе мы сделаем мир лучше. Бисмилля альхамду лилля. С именем Аллаха, хвала Аллаху. Мир вам, милость Аллаха, его благословение. Это запись передачи «Мировоззрение». Наверное, если обобщить, это будет передача. Если конкретизировать жанр. Формат. Да, формат, то это получится подкаст. Разговорный жанр. Да, я очень долгое время не знал, что такое подкаст. Кругом звучало это слово. Хотя вести подкасты на радио я начал в году, это в 2004, может быть. Когда их не существовало. Да, да, да. Итак, приступаем. Вы все прекрасно знаете, что сейчас в мире происходят важные и, к сожалению, трагические события, которые могут стать решающими в том, каким будет облик в дальнейшем этого мира. Для мировой истории. Да, для мировой истории. Очень разные мнения ходят на этот счет. Очень многие разные мнения относительно того, как и что будет развиваться. Конечно же, говорить в общем о происходящем сейчас, это слишком обширно, слишком широко. И мы решили взять какую-то отдельную составляющую этой темы. И сегодняшняя тема это... Иммиграция. Иммиграция. Именно так. Беженцы, их можно считать иммигрантами? Да, конечно. То есть вынужденно это тоже все равно иммиграция? Есть разные виды иммиграции, и вот один из них это беженство. И значит, сам вот эта пятая волна миграции, которую называют сейчас волна разочарования. Эта волна разочарования началась в 2016 еще году, когда, ну, можно приблизительно так отмотать назад и уже понять, в связи с чем это начало происходить, утечка мозгов. Имеется в виду, конечно, Россия, мы говорим о России. Почему так произошло и почему такой сильный отток сейчас, последний месяц, что начало происходить, я думаю, вы тоже прекрасно догадывались. Если вы имеете глаза и уши. Относительно этого, конечно же, уже Росстат, то есть и Левада-центр, Росстат тоже ведет свои подсчеты. Которая признана инагентом, Левада-центр. Да, тоже признан, да. Насчет Росстата не знаю, но вот Левада-центр точно. Ну, в общем, я уже запутался, честно сказать. Вот что-то читаешь, на следующий вечер это уже устаревшая информация, все. Я вот захожу, допустим, в YouTube, чтобы посмотреть какую-то информацию, и я вижу, если там какая-то новость, и когда выложено было видео, если выложено там больше, чем сутки, я все, я проматываю, потому что я понимаю, она уже устаревшая, она не годится никуда. Поэтому так вот мир очень быстро развивается. Когда говорят, что история сначала происходит в виде трагедии, потом комедии в виде фарса, вот я заметил, что есть еще одна закономерность, что с каждым разом она происходит быстрее. События, которые длились годами, длятся месяцами, потом неделями и так далее. То есть обычно вот так вот складывается, я заметил. И то, что произошло за последние, там сегодня какое число, за последний, ну окей, с учетом, когда выйдет этот подкаст, грубо говоря, за последний месяц произошедшие события. Вот аналогичные события, чтобы произошли в прошлом, в истории, на это не месяц нужно было бы, а годы. Ну настолько много всего успело произойти. Я имею в виду отток из страны, даже тех же селебрити, совершенно неожиданные селебрити, выясняется, что совсем недовольны происходящим. Это вообще было очень странно. Казалось бы, совершенно системные люди. Знаменитости. Глебс, например, там Галкин с Пугачевой. Иван Ургант. Ургант тоже, да? Уехал. Ох, вот я уже, вот запаздываю уже. Вне повестки. Да, то есть совершенно, Ксения Собчак. Ну они-то все пишут у себя в соцсетях, что мы скоро вернемся, мы там ненадолго уехали на лечение, на отдых. Ну пир во время чумы, это же святое дело. Не, ну это очевидно. Святое это Руси, да. Очень важно не только то, что ты делаешь, но и те слова, которые ты применяешь. Там, допустим, люди могут быть абсолютно в курсе того, зачем уехала Ксения Собчак, к примеру. Но от того, что она как бы проявит этикет и не перешагнет ту грань, которую нельзя перешагивать, и скажет, я просто поехала там на лечение. И это может, ну совсем другая реакция может быть, нежели если она скажет, зачем она на самом деле убежала за границу, да. То есть вот как бы такие моменты. Мы понимаем, мы приблизительно понимаем характер людей, которые там десятилетиями находятся у власти, и как у них все, как у них складывается отношение к тому, о чем говорят. Смотри, наука, вот история, как относится к такому феномену, как иммиграция. Я считаю, что это естественная вещь. Ислам не распространился бы, если бы не иммиграция. Ислам распространился благодаря кочевым структурам. Ну отчасти да. И вот это переселение ради спасения собственной веры, оно тоже являлось частью религии. И даже есть такой термин хиджра, то есть арабское слово переселение, он есть, и это как бы устоявшийся термин. Это фактически как неотъемлемая часть нашей религии в том числе. То есть его лексическое значение, как бы это, может быть и турист, и просто переселенец какой-то в шариате, это имеется в виду человек, который оставляет одну местность, переезжает в другую ради сохранения религии и веры своих собственных детей, семьи и всего остального. Как протекало это в России? Первая волна иммиграции, это вот после того, как к власти пришли большевики, как этот философский корабль, вот эта вот вся история, да. То есть когда на тот момент, вообще вот период сразу после Первой мировой войны, это был период, когда все страны уже договорились между собой и поняли, что значит во всех странах, ну или во многих странах нужны визы, нужны загранпаспорта. И уже это была та точка, да, после Первой мировой, после которой нельзя было просто сесть и приехать куда ты хочешь, как это было до этого. И тем не менее огромная волна там в основном, конечно же, интеллигенции, состоятельных людей, образованных людей, в основном эти люди, это была первая волна, которая уехала из России. Многие из них, конечно же, уехали в США. Это была первая волна, вторая волна после Второй мировой войны. Вот это как раз период получается этот... Тогда еще выпускали? Ну, конечно же, это все были волны нелегальной миграции в основном. Так, всяк, кто как смог выбраться, кто там в виде журналиста, кто еще как-то. Да, это, конечно, трудно себе представляется, чтобы в Сталинский или даже хотя бы в Хрущевский или Брежневский период люди смогли бы свободно уехать. Но, по сути, вторая и третья волна миграций, на них довольно сильное влияние оказали в том числе и... По первой волне миграции, это, конечно, взаимоотношения с американцами в Германии, на тот момент уже, которая находилась, одна часть находилась под властью, значит, западного блока. В советской пропаганде всегда этих людей было принято представлять как вот такая интеллигенция. Вшивый интеллигенчик. Не, в основном-то уезжали кто? Представители культуры, например, тот же самый Барышников. Вот это все были люди или писатели, или артисты балета, то есть актеры, певицы, певцы, писатели, там некоторые спортсмены, кому удавалось вырваться. Ну, это были люди, у которых был выход за рубеж. Если мы считаем, что шахматы это спорт, то, например, тот же самый Корчной, который тоже вот так. Ну, в любом случае, это люди, принадлежащие к культурному. Необычные люди. Да, ну, в принципе, как правило, кто уезжает, у кого больше возможностей, тот и уезжает. Это все логично здесь. Ну, знаешь как, это, я уверен, что это люди, которые убегали не во время первого визита за границу. То есть они вот много раз туда-сюда ездили, видят вот это лицемерие по поводу того, что, типа, ты приезжаешь дома, тебе рассказывают, как плохо живет в Америке простой трудяга Джон, и как они там все голодают, и хлеба белого досы-то не едят. А мы вот в Великом Советском Союзе, и нам так хорошо, а ты приезжаешь и видишь совершенно противоположную картину, что ты со своей зарплатой не можешь селиться в пятизвездочный отель, что тебе предлагают там жить в каком-то номере, который в любом случае лучше, чем любые апартаменты, в которых ты когда-либо останавливался. И при этом это три звезды, допустим, и так далее. И люди сравнивают, то есть в основном убегали люди, которые понимали, что, типа, а знаете, они нам наврали. Итак, третья волна миграции, это уже 60-е, и по сути, каждое десятилетие по волне. Как мне кажется, здесь влияние оказал фестиваль молодежи и студентов, скорее всего, то есть, ну, и новой быть не может. Затем 80-е и 90-е, и вот сейчас идет пятая волна миграции, и неизвестно, сколько еще будет. Слушай, ну вот проходили же в России, ну, в Советском Союзе, там, международные кинофестивали или там международные показы мод. Люди все равно как-то соприкасались с Западом. Они понимали, что, типа, что-то тут не так, не может быть, что там все плохо, а оттуда приезжают такие сытые, счастливые и довольные люди. Голодающих по Волжье кто спас? Помнишь, да, это была американская благотворительная организация. После этого, конечно, было запрещено где-либо это упоминать. Слушай, ну, некоторые фильмы в Советском Союзе даже снимали с показа. Да. Знаешь, почему? Потому что там простой трудяга мог себе купить... Да, 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 известная картина. Название не помню, но фильм известный. С 40-х годов, кажется, фильм. Грузовик. Так он назывался? Нет, он мог купить себе грузовик. А, я говорю, фильм, вот кто вспомнит, как назывался фильм, это, в общем, пишите там в комментах. Он работал на ферме, закрыл ферму, купил себе грузовик, а тогда для любого жителя колхоза возможность купить себе грузовик, это было что-то невообразимое. То есть в Советском Союзе. Поэтому сказали, не, зачем это нам показывать? Да, да, его сначала показали, что типа обычный там трудяга, который борется с буржуазными... Капиталистами, да. Капиталистами. А потом вопрос возник, почему у обычного трудяги есть возможность купить себе грузовик? Сейчас при пятой волне миграции, в чем специфика, да, в чем отличие современной миграции от старой? На самом деле я вижу не так уж и много отличий, если честно, за тем лишь исключением, что сейчас больше возможностей и большее количество слоев населения может выезжать. Не только в абсолютном своем значении цифры, но и в целом по классам. То есть прошли те времена, когда кататься на самолете было уделом только состоятельных людей. Какой-то роскошью. Да, роскошью. Сейчас на самолете летать за границу раз в год себе, в принципе, большая часть среднестатистических людей могут себе позволить там поехать, ну хотя бы раз в год там в ту же Турцию, в Египет смотаться, в какие-то не самые крутые курорты могут ездить. Ну знаешь, если мы откатимся, например, на месяц назад, то, наверное, да, положение таковым и было. Не в конкретный текущий момент. Но все-таки, мне кажется, 70% населения страны не могли себе этого позволить. Может, я все-таки тоже живу в каком-то... Ну смотри, Москва, Питер, Новосибирск, там вот более-менее крупные города, в которых там что-то еще, например, производится или какой-то менеджер среднего звена присутствует, да. Но вся остальная Россия, мне кажется, нет. Нет, ну слушай, у 70% населения нет удобств в доме, люди ходят на улицу, это уже, наверное, о чем-то говорит. Про уборную ты имеешь в виду, да? Да. Ну вот как бывает, от Москвы на 50 километров или от Питера на 30 километров отъезжаешь и видишь настоящую Россию? Ну почитайте родящего путешествия из Петербурга в Москву и сегодня совершите вот этот же вояж, и вы увидите, что за там 300, да, сколько лет уже прошло с написания книги, почти ничего не поменялось. Дело в том, что Росстат берет цифры людей, которые уже конкретно пошли в соответствующие там органы, написали заявление, там пошли, там обратились в МВД, снялись с учета. Вот такие люди фиксируются Росстатом. Но такого человека, который просто сел на самолет, улетел там в какую-нибудь Финляндию, я не знаю, улетел и больше не прилетел, решил там остаться. Такие люди Росстатом не учитываются, но это очень трудно на самом деле такой подсчет вести, потому что подсчет он может быть неоднородным, то есть здесь считают одни, там должны считать на местах еще другие, кто в какую страну. И исходя из приблизительных данных выяснилось, что из тех цифр, которые Росстатом приводятся, в 6 раз больше уезжают в США, в Чехию в 12 раз больше, чем в 12 раз. Это по сравнению с чем? По сравнению с официальной статистикой приведенного Росстатом. Очень интересную причину приводил Росстат, мне очень понравилось, потому что там говорилось, люди, которые бегут с одной стороны от произвола властей, а с другой те, которые, допустим, бегут наоборот от закона. То есть там где-то проворовался, быстро убежал, и почему-то эти цифры они привели в одной строке. Понимаешь, да? Вот такая небольшая словесная манипуляция получилась. Мне интересно, с чем это коррелирует? То есть как это сопоставляется? Я не знаю, вот так вот сопоставили. То есть как бы с преступниками смешали тех, кто попросту бежит от произвола, да? Ну, может, Росстат вообще всех у тех, кто уезжает изменниками считает? Я как раз на РИА Новости читал сегодня статью небольшую, я только начал, где-то до середины дочитал, и все, короче, я понял, чем она закончится. Да, там почти напрямую изменниками называли тех, кто уезжает, особенно селебрити, особенно инфлюенсеров, всех людей. И говорилось о том, что типа многие сейчас говорят о том, что может быть этих людей не пускать обратно, потому что когда все закончится, жизнь наладится, и они обратно захотят приехать. То есть человек не хочет, когда он хочет уехать. Страдаем, пусть будут страдать все. И говорит типа многие. Кто такие многие? Там не говорится об этом, конечно же, что это за такие статистические данные. Многие. Вот. В общем, конечно, основная масса по данным в ЦИО в возрасте от 18 до 24 лет мечтают или готовятся уже серьезно настроены к тому, чтобы уехать. Там больше половины получалось сейчас. Цифры не помню, по-моему, порядка 52 или 54 процента. А так в целом по России каждый восьмой гражданин задумывается о выезде из страны именно по причине, вот как бы среди списка причин, который называется, произвол чиновников, от которых не может защитить власть. Из 140 миллионного государства, если каждый восьмой, это, наверное, около 10 миллионов. Для того, чтобы государство функционировало, Россия, вот ровно так, какая она сейчас есть, без изменений, вот чтобы все шло, как сейчас есть, достаточно 70 миллионов человек. Уже давно подсчитано. Поэтому беспокоиться им не о чем, в принципе, о том, что будет слишком сильный отток населения. Ну слушай, ну отток-то он составляет как раз таки из тех людей, которые и могут обеспечить этому государству нормальное существование. То есть это, например, топ-менеджеры крупных компаний. За последние две недели я прочитал очень большое количество новостных заголовков по поводу того, что там замглавы какой-то корпорации сбежал, там Газпрома, Аэрофлота, Победа, вот этот тоже концерн, который занимается авиаперелетами. То есть крупные топ-менеджеры уезжают, IT-специалисты. И сейчас в спешном порядке принимается целая куча законов по поводу того, что развивать IT-бизнес, там первые три или пять лет вообще без налогов, сумасшедшие льготы и так далее, только чтобы вот никуда не уезжали. Но я думаю, может быть, кто-то и останется, но большинство, мне кажется, уедет. Я не нашел среди тормозящих факторов, там любви к родине или что-то в этом роде. В основном тормозящие факторы это там отсутствие возможностей, средств. Среди своих знакомых я так чисто могу на вскидку сказать, что основные тормозящие факторы это устоявшаяся работа, заработок, это стройка, у нас на Кавказе любят строить, и это пожилые родители, которые отказываются куда-либо уезжать. Дело в том, что когда человек продолжительное время живет вот в таких экстремальных условиях, в нем формируется неуверенность, потому что человек привыкает, что все время за него кто-то другой принимает решение. Государство, местный участковый, например. Так государство это вообще по своей сути, знаешь, такая организация, когда общество отказалось от права носить оружие и безнаказанно убивать в пользу того, чтобы быть защищенным от этого убийства. То есть, представляешь, вот раньше даже не было крупных городов, и все люди жили как-то обособленно, были какие-то деревни, племена и так далее, но у всех на руках было оружие, и можно было в случае чего какого-то обидчика просто убить, и тебе за это ничего не было. Эта система называется анархия, и это не что-то там такое страшное, беспредел, а анархия, все это значит безвластие. Нет, анархия это система свободных обществ, в которых все решается посредством совета равных. Ну вот государство, это вот когда люди отказываются от этого права безнаказанно убивать и носить оружие в пользу того, что все это делать будут за тебя. Ну это теория общественного договора, люди доверяют, и нужно, чтобы было оправданное ожидание, конечно же, и доверие. Вот эта вот волна, да, миграции, которая идет, она идет с тех пор, но вот какую-то форму или там единственную форму и содержание она обрела только вот сейчас, в марте месяце. Нечто такое, что мы можем назвать волной миграции. Да, она как-то вот так вот шла, вроде бы люди уезжали, но это нормально, все время вот мир, такая вот жвачка, она все время растягивается, сходится, люди туда-сюда мигрируют. Ну, чтобы вот в такое единство формы и содержания это произошло вот реально в марте. Например, вот такой интересный нюанс, что в Армению в среднем до начала вот этой вот спецоперации в Украине, военной операции, до начала этого движения, скажу я по-кавказски, в Украине в среднем в Армению из России прилетало 3 самолета в сутки. Началась война 15, 3 марта было зафиксировано 24, и забиты билеты, сметают, те билеты, которые стоили там в районе 100 долларов, к примеру, сейчас начинаются в районе 800 и выше, вот такие цены, там до 200 тысяч рублей доходят расценки некоторых билетов, это не какое-то дальнее зарубежье, это вот здесь вот совсем недалеко, да, вот просто вылететь из России, вот такие вот расценки. Один из способов остановить иммиграцию. Да, да, конечно же в других странах тоже соответствующая реакция на то, что происходит, мол, типа вот русские, вот вы такие-сякие, теперь я честно сказать, я не считаю правильным, что сейчас русских по всему миру стали воспринимать так же, как немцев в 41-м. Паспорт это превратился в такого рода волчий билет, с которым ты уже никуда просто. Ну, были такие, вот Собчак репортаж снимала по поводу того, что типа в банк ты приходишь, тебе прямым текстом говорят, мы граждан Российской Федерации не обслуживаем, уходите. Некоторые могут в грубой форме говорить, то есть отправлять по адресу русского военного корабля и так далее. То есть вот до такой снижения, и там люди плачут там, или там в Египте, то есть там есть туристы с Украины, им говорят, можете жить сколько хотите, мы вас не выселяем. А вот турист из России, у него срок закончился, все, его просят, его выселяют. Такая логика, я считаю, это неправильно. То есть немцы в Германии не были виноваты в том, что сделал Гитлер. Вот мою логику, как я говорю, прежде чем выйти за пределы своих рубежей, государство сначала все это сделало у себя в стране. И первыми жертвами режима стали сами граждане. Были ли они обмануты, ну разумеется. Оболванены. Кто-то же шел и бросал бюллетени в урны, правильно же? Ну это народ, он такой, охлос, да, он такой. Ты ничего с этим не поделаешь, там нельзя взять, и чтобы сразу всех, кто виноватый, давайте их всех возьмем и посадим, расстреляем. Ну не получится всех, кто в той или иной степени причастен. Поэтому в данном случае, мне кажется, к русским иммигрантам, к российским иммигрантам нужно относиться как к беженцам. И почему бы не раскрыть на стеж двери, пускай заезжают. Ну естественно проводить собеседование, смотреть, может быть этот человек, ну кто он, что там, ну пусть госбезопасность, значит, работает, пускай службы работают, но в то же время должны понимать, что так же как там страны целые, да, являются жертвами, точно так же и граждане этой конкретной страны тоже являются жертвами. Это такой двоякий, двоякий с одной стороны момент. Но мне кажется, вот такая логика, она все-таки ближе всего к истине. Это мое мнение. Они не проводят градацию, что типа они не смотрят, если в паспорте написано русский, то сразу начинается плохое отношение. Там нет никакой разницы. Ты можешь быть дагестанцем или чеченцем, кем угодно, и если у тебя там паспорт Российской Федерации, да, к тебе изначально плохое отношение. То есть здесь нельзя упрекнуть в том, что бывает это именно какой-то шовинизм против конкретной нации. Здесь именно против гражданства как такового. Есть примеры того, что люди в Европе, в США и так далее выходят с паспортами, говорят, что типа я там прошу прощения, вот это преступление, то, что сейчас происходит, это война и так далее, с осуждением. Некоторые там свои паспорта сжигают. То есть разные вещи происходят. И вот к таким людям нету никакого негатива. А когда ты пытаешься, знаешь, вот как-то отсидеться, хотя ты честно сказать, чем что-то сказать, и потом ты сидишь и думаешь, да лучше бы ты ничего не говорил. Лучше, конечно, отсидеться и промолчать, но я больше сторонник того, чтобы бывает нормальное и хорошее отношение было к людям, которые узник совести. Вот он не мог промолчать. Вот тех людей, которых сейчас винтят везде по всей России, сейчас же всероссийский митинг против войны проходит 13 марта, и вот всех людей, которых сейчас винтят... Всероссийский митинг превратился в всероссийский винт. Да, их всех там закручивают, в автозаки закидывают. Вот это люди, которые, если они будут убегать, это вот реальные беженцы. В основном те, которые успели уехать, там, знаешь, вот человек под вопросом, он уезжает из-за того, что он против войны, или из-за того, что все компании ушли, и просто твоя страна экономически разваливается, и ты понимаешь, что если ты останешься, то ты будешь голодать. Вот реально ты будешь голодать. То, что мы сейчас с тобой обсуждаем, наверное, есть какие-то аналитики, казалось бы, которые давным-давно должны были это знать. Я имею в виду аналитики привластные, которые все это понимали. Мы с супругой часто в последнее время начали говорить о политике, и она говорит, ну не могу я поверить, не могу я поверить, что это возможно вот так взять, и поступать настолько нелогично и опрометчиво. Ну, эти вопросы задавались еще 80 лет назад. Удивительно. Типа, как нация Ницше, Гегеля, Шопенгауэра и Вагнера, как она смогла настолько отупеть, чтобы не видеть вещи, которые у нее под носом происходят, что в концентрационных лагерях сжигают людей. Как это можно было оправдать? Ну, вот как-то, видимо, можно было. И вот на Нюрнбергском процессе у одного из тех, кого судили, спросили же, вот как вам удалось? Он говорит, это все просто. Просто скажите людям, что на них напали. Типа, ну, реально же войны никто не хочет. Если так взять, вот мы живем в мире, и сказать, а давайте воевать, никто не захочет, да? Просто достаточно сказать, на нас напали, или вот есть угроза, что на нас нападут, поэтому лучше напасть первыми. Вот это все элементарно. То есть здесь какой-то высшей математики нет. Тем более, когда так долго, это вот чуть ли не с 2014 года, вот эта промывка мозгов идет, начиная со всех этих крымнашистов и со всех остальных. С 2008-го, точнее сказать, с Мюнхенской речи, да? Да, с Мюнхенской речи. Когда считается начало Второй Холодной войны. То, что сегодня происходит, вот на протяжении всех этих 10 лет, в той или иной форме, в разнице и в каких-то деталях, может быть, описывали абсолютно все, без исключения. Было очевидно, что это должно было произойти рано или поздно. Еще тогда, хотя на тот момент, для там обычных людей, у которых зарплата 20 тысяч рублей, которые каждый день ходят на работу и живут себе спокойно. То есть для них вообще не было никаких признаков того, что такое может произойти. Просто интересуешься текущей повесткой и даже не столько повесткой, сколько тенденциями. То есть какая повестка в какую переходит. Здесь уже со временем у тебя появляется какое-то чутье, ты начинаешь понимать. И на тот момент, я тебе скажу, у меня сама мысль о том, что все, вот пора, она возникла в 18-м году, но на тот момент еще... Мы вольные птицы, пора, брат, пора. Да, и на тот момент просто еще мать была в живых, и я решил, что я пока останусь дома. Все-таки на тот момент, к сожалению, не так много оставалось. И после этого, первым делом, что сделал, это уехал. Уже дома особо ничего не держало. Вот. И потом, как только я переехал, в этот момент я просто оглядываюсь вокруг и вижу таких же, как я, людей, которые додумались до того же, до чего и я, только на несколько лет раньше. Мне вот это удивительно, знаешь, почему? Потому что ты человек, который и так до этого очень много путешествовал по миру. То есть ты и в Японии был, и в России, там всю Россию там изъездил, ну, в многих местах, по Кавказу ездил. И вот эта мысль о том, что надо переезжать, она так поздно пришла. Почему? Наверное, потому что я оптимист. А еще, потому что каждый из нас, ну, на Кавказе, да, мы все сильно бываем привязаны, конечно, к почве. Мы приезжаем, у нас у каждого, мы живем в городах, но у нас у всех практически там есть родовой дом в селе, у меня вот там родовое поместье большое, которому там, я не помню, сколько поколений оно уже нам принадлежит. И, конечно же, так легко не получается отвязаться, уехать. И ровно в тот момент, когда вот ты просто так берешь, так вот, закрываешь глаза и делаешь шаг в пустоту, только тогда что-то и начинает получаться. То есть, с одной стороны, вот эти вот институты, которые у нас есть на Кавказе, да, с одной стороны, они очень полезны. Мы с тобой в одном из подкастов это обсуждали. И у них очень много польз. Институты, которые регулируют общественные отношения, которые делают нас теми, кто мы есть. Но, с другой стороны, они очень часто сдерживают нас и не позволяют нам вот совершать какие-то поступки, которые могут изменить лично, отдельно, конкретную жизнь к лучшему, дай бог. И, ну, как бы общество стагнировать может по этой причине. И для меня задача не шла переехать в Турцию. Для меня задача была уехать из России. Я относился к тем, кто уехал таким образом, что, ну, человек здесь ничего не добился, решил добиться где-то в другом месте. Только чтобы ему за это еще и вэлфор платили. Я Европу имею в виду. Да. Вот. Чтобы он туда уехал, занимается тем же самым, чем занимался дома, то есть ничем. Ему за это еще там социалки платят, он себе хорошо живет. То есть, я это считал, ну да, мол, ну, это как бы низковато. На мой взгляд, это было. И потом, в какой-то момент, я уперся в стену. У меня, думаю, два высших образования. Вроде как, достаточно немалый стаж работы. Ну, почему? У меня жизнь складывается, ну, не так, как я представлял себе, когда поступал в университет. Почему? И в какой-то момент, я, ну, пришел к осознанию, что для того, чтобы что-то изменить в жизни, все-таки нужно сменить место жительства и посмотреть, как получится. Вот. Ну, наверное, самое главное приобретение, это не материальное, это другое, когда ты находишь то место, которое тебя полностью устраивает. И после того, как я переехал на второй или третий день, грянул карантин, и у большинства моих знакомых началась депрессия, они начали ко мне звонить для того, чтобы просто так со мной поговорить о том, как им тяжело в карантине находиться дома. Ну, я не говорю, что вот конкретно в карантине дома было. Нет, во всем мире такая ситуация была, и все друг к другу начали названивать, там, по видеосвязи, кто никогда тебе не звонил. Все в депрессии такой. И, конечно же, у многих людей вот сейчас карантин закончится, и я это, и я то. После окончания карантина, конечно, поутихло. И вот сейчас опять, практически каждый день, не практически, а каждый день несколько человек в среднем там связываются со мной, советуются, задают вопросы. В общем, по поводу переезда, для тех, кому вообще не стоит беспокоиться о том, куда и как переезжать, он просто может вот так вот взять, вот так вот с закрытыми глазами выбрать страну на глобусе. Это тот человек, у которого есть свободный для затрат от 250 тысяч евро. Вот эта сумма, в среднем, это хватает, чтобы в любой точке планеты, там где-то меньше, где-то больше, ну, в основном больше, конечно, вложиться в экономику, либо построить свой бизнес, но в основном это такая золотая цифра на сегодняшний день 250 тысяч евро. Ну, мы понимаем, что у большинства россиян таких сумм нет под подушками, соответственно, получается, что это вот какой-то такой привилегированный класс, который, скорее всего, уже давным-давно эту возможность использовал. Есть также там разные варианты, там поступить в ВУЗ, например, мы знаем, что едут люди, поступают в университеты и так далее, и так далее. Но в данный момент, в таких экстремальных условиях, когда люди вроде жили, жили, и вот в один прекрасный день бах, и что-то происходит не то, вот мне, например, пишет там знакомый, что пришел в ленту, а там половины товаров нет, которые были раньше. Половины нет, говорит. То есть настолько резко человек ощущает, потому что люди начали отовариваться на все, мешками покупать то, что, ну, впрок, то есть испугались, что будет там голод или что-то такое, или как-то назвать, Но сейчас ограничения во многих магазинах вводят, там не больше 10 штук этого, не больше 15 штук того. В принципе, можно прийти, муж, жена, двое детей, если дети, значит, это немалолетние, конечно, и они могут закупиться сколько хотят. Слушай, я свое детство вспоминаю, как я, мама и младший брат хлеб покупали прям. В очереди, я тоже помню, в трех разных местах мы стояли. Да, я помню, там талоны были, там крестики внутри ставили. Суханалла. Очень хорошо помню это время. Помню продавщицу Любу, которая у нас по соседству продавала хлеб, да, как мы в очередях стояли. Из-за того, что стояли очень долго, мы уже там все друзьями становились, такое сообщество какое-то, знаешь, людей, стоящих в очереди за хлебом. В остальных частях страны так стояли за водкой, кстати. Социальная группа. Да, целая социальная группа. Есть вот любители читать Канта, есть любители стоять в очереди за хлебом. Ну, там можно было и Канта, в принципе, почитать в очереди. Там было много ветеранов, среди нас, я помню, в основном русские были, увешанные орденами. Зачем они их носили, непонятно, постоянно. В общем, потому что никому до их орденов не было дел. Это никак не помогало в очереди продвигаться вперед? Абсолютно. Абсолютно никак не помогало вообще. Ужас, какая бездуховность. Ну, вот так вот получалось. Я помню хорошо 90-е годы, но тем не менее, сравнивать сейчас то, что в данный момент происходит с 90-ми годами, мне кажется, не совсем корректно. Слишком, то есть история же не повторяется в точности. Ну, смотри, в 90-е годы Россию все жалели. То есть, тогда это была страна, которая тянется к переменам, к светлому будущему, к демократизации. Тогда Ельцин бежал навстречу к Прогрессу. К Клинтону. И все остальное. Тогда их жалели. Тогда там и гуманитарка была, и все остальное было. Сейчас какой-то микс между 30-ми и 90-ми. А сейчас не любят. Я не скажу ненавидят, но вот не любят. Прям вот не любят. Ну, с опаской как минимум относятся. Допустим, за вот эту волну, первую волну миграции после революции уехало порядка, по разным данным, от 2 до 3 миллионов человек в тот период, когда миграция была не такой простой, как сейчас. Если сравнивать прирост демографический, да, в стране, который произошел за 100 лет, ну, с учетом двух мировых войн, да, то, наверное, если на наши реалии переводить, можно еще смело 1-0 добавлять. Ну, да, легко. Это вот тогда для царской России 3 миллиона человек, если уедет, это как сейчас, например, 30, наверное. Ну, мне так кажется, я не знаю. Возможно, да. Ну, может в половину, как 15, допустим, это огромное количество людей. даже если 10, это очень много. Пятая, да, волна миграции, которая сейчас происходит. Пока говорят, что, ну, там какие-то цифры проводятся, но я понимаю, что эти цифры только спустя какое-то время, проведя какой-то анализ, по окончании уже этой волны, ну, энное время спустя, уже точные данные смогут привести. и я уверен, что данные будут значительно выше, чем те, которые даже прогнозируются сейчас. Ну, в среднем, если взять, там, 12-й год, то там, в 12-м году уехало, там, 122 тысячи человек. Смотри, а в 20-м году уже более 440. Но на самом, и это по официальной, по официальной статистике, но на самом деле, когда проводят анализ того, как проводится этот анализ, то есть анализ анализа, чистоту эксперимента, когда проверяют, то есть выясняется, что цифра втрое выше за 14-й год, и это получается, что переваливает куда-то за миллион. Это очень много, на самом деле, это гигантская цифра, даже для такой большой страны, как Россия. В свете того, что вот мы почти уже сколько минут обсуждаем, что этот шаг сам по себе, он очень сложный, во-первых, во-вторых, его способны сделать люди, которые более или менее уверены в том, что они смогут за границей закрепиться, а это значит, что у них либо какая-то финансовая подушка есть, это то есть человек может быть или серьезный топ-менеджер, или бизнесмен, или программист, или кто-то, то есть человек, который в этой стране мог бы приносить пользу, но вот он, строя планы на будущее, не видит себя в этой стране из-за коррупции, из-за произвола, из-за беспредела силовиков и так далее. И он просто, да, зачем мне все это нужно, что я один могу здесь поменять, я лучше уеду. В принципе, если взять вот так, обобщить, каждый человек имеет право жить, где ему хочется. Конечно. Вот, не нужно такого, что, а, вы уезжаете, вы там такие-сякие. Не, право на свободное передвижение вообще, конституционный принцип, он закреплен. как называется, фундаментальное право, как дышать, есть, спать, я не знаю. Каждый человек имеет право на работу, в первую очередь, быть счастливым, на работу, на образование и на свободу передвижения, если он не является рабом. Ну, как сказал Сергей Лавров, когда ему сказали, что, намекая на его собственную дочь и на детей чиновников, почему они все живут там в Америках, в Лондонах, он сказал, да, что, типа, у нас в Конституции закреплено, что каждый человек имеет право жить там, где он хочет. Вот и все, в принципе, окей. Значит, нашу передачу не забанят, я надеюсь. Хотя, поехали дальше. В принципе, сейчас уже неважно, если честно, как там было... Может быть, нас уже никто и не посмотрит в Ютубе. Так, как там было, сгорел сарай, гори и хата, да, что-то вроде того. Какие типы мигрантов существуют из таких самых распространенных, да, на сегодняшний день? Самые успешные, это, конечно, инвесторы, о которых я говорил, те, у которых есть 250 тысяч евро, сразу вложиться. А так, есть студенты, трудовые мигранты, ну и, конечно же, вот как я тебе и говорил, где в одну строку включили бегущие от властей за коррупцию или антиправительственные взгляды. Вот как-то вот включили в одну строку коррупционеров. Это странно, это на самом деле это две противоположные единицы, как я думал до этого. Нет, смотри, я тебе объясню, как это у них в умах работает. Коррупционер, которого хотят раскулачить, он сразу становится антиправительственным. А, вот так, да? Ага. Он сразу становится оппозицией и так далее. До такой многоходовочки я даже не додумался, если честно. Есть самая редкая категория, это воссоединение с роднёй. По-моему, если не ошибаюсь, где-то в 70 каком-то году был подписан, там 37 стран подписали договор о воссоединении семей. Там, в общем, участвовала в этом договоре и Америка, и в тот период как раз очень многие к своим семьям убежали. Кто, например, успел во время второй волны убежать, во время третьей волны они уже воссоединялись с семьями, потому что был договор подписан о воссоединении семей. То есть репатриация ты имеешь в виду? Ну вот когда, допустим, брат уезжает один и он своего брата может подтянуть. Много тогда в Израиль уезжало из Советского Союза. В том числе и в США. В Израиле и США, да. В данный момент, кстати, среди селебрити очень много тех, кто подаёт на визы в Израиле, если не ошибаюсь, по-моему, Барамовичу отказали. Ну, по крайней мере, сказали все те, которые в той или иной степени причастны к властным структурам. Или поддерживают. Или поддерживают. В общем, всем тем евреям даже сказали, они в Израиле не будут даваться визы. Я читал новость, не знаю, насколько она достоверна, но она была просто смешной, что Олег Газманов подал на гражданство Израиля. Да, да, я читал, да. И внизу была приписка Исаул, Исаул, что ж ты бросил царя, пристрелить не поднялась рука. Люди, кто из 90-х, олды поймут, о чём речь. Олды здесь. Те люди, от которых ты ожидал, вот которые тебе казались люди, у которых ещё есть совесть, вот как-то они вот стараются отмолчаться. А вот те люди, от которых ты не ожидаешь и которым есть на самом деле что терять, они высказываются достаточно жёстко и всем рискуют и тоже уезжают. 21% опрошенных хотят уехать именно в США. Там дальше идут, конечно же, как ты знаешь, Канада, Новая Зеландия, сейчас популярные места есть, значит, Австралия. И обычно, в основном, то есть те, куда бы люди не планировали уехать, рано или поздно они попадают, ну как я сказал, на первом месте в США, на втором Германия, потом идёт Австралия, четвёртый Израиль, пятая Канада, шестая Великобритания и седьмая Финляндия. На последнем месте, хотя по приближённости самые вроде бы близкие. Ну да, почти там уже в Санкт-Петербурге, уже там дальше, Карелия, Карельский перешей, Финляндия, Выборг, практически город, который напополам поделён, там уже Финляндия, а здесь ещё Россия. Мне какая мысль сейчас пришла, что вот то, что сейчас происходит, многие уже об этом говорят, я понимаю, это никак не поможет спасти людей, на головы которых сейчас, в данный момент, вот мы с тобой с ним разговариваем, сыпятся бомбы, но, к сожалению, такой ужас на планете Земля происходит уже очень давно. То, что сейчас все мировые СМИ об этом говорят, это не значит, что вот ничего до этого не было, а вот сейчас началось. Это уже почти 70 лет происходит в Палестине, это уже почти 11 лет происходит в Сирии, в Ираке, там с 90-х годов, там буря в пустыне 1, буря в пустыне 2 и всё остальное. Сейчас посигнули на святая святых западной цивилизации, это почти центр Европы, можно сказать, то есть, ну, центром Европы разные люди. Нет, это высказывание вот этих некоторых политиков европейских слышал, мы должны им помочь, это цивилизованные люди, они похожи на нас, они светлокожие, у них светлые волосы, голубые глаза. Они цивилизованные, потому что они похожи на нас, из контекста выходит вот так. Но, знаешь как, сербам, боснийским, мусульманам не помогло то, что они светлокожие, с светлыми волосами, с голубыми глазами. Мусульмане в сердце, ну, на Балканах, конечно, в такой, в Европе, да, в глубине Европы, это, конечно, не самое. Их точно так же бомбили, как сейчас бомбят, там, я не знаю, Волноваху, или вот Мариуполь, или вот другие города, точно так же, и есть эти кадры, где и женщины плачут, и детей из-под завалов вытаскивают. Отъезду, как ты знаешь, не мешает и то обстоятельство, что у российских авиакомпаний большие проблемы происходят, что они, значит, ну, смотри, международного авиасообщения в России уже практически нет. Аэрофлот, все, пишут, авиакомпания удалена из глобального, из глобальной системы электронного бронирования билетов. Но вроде как там какие-то костыли уже придумываются потихоньку, там, короче говоря, вроде как, как-то каким-то образом эта проблема решается. Санкции, санкции нам только на пользу, как говорят. Я не совсем об этом. Смотри, большая часть бортов гражданской авиации сегодня в России это самолеты, которые получены в лизинг. И сейчас компании, которые их предоставили, разрывают договора и просят вернуть 500 с чем-то самолетов. Ты представляешь, что для страны отдать сразу 500 там или сколько-то бортов? Ну даже если себе представить, что они принадлежат российским авиакомпаниям, что они могут внутри страны летать без проблем. Достаточно высок риск того, что... Ну это все временно, рано или поздно в самолете выйдет что-то из строя. И он будет стоять из-за того, что там какая-нибудь плата стоимостью в 5-10 тысяч долларов неисправна и ее невозможно найти или завести. Вот так произойдет. То есть по сути это сейчас просто долетать на том, что есть. Вот это был бы единственный выход. Это вопрос времени всего лишь. То, что ты говоришь в этом доля разума, знаешь, есть почему? Потому что сейчас ходят активные разговоры по поводу того, что сейчас все это собираются национализировать. То есть, ну тупо украсть у зарубежных компаний заводы, те компании, которые ушли из России. там Хонда, там еще там Форд, Рено, какие за машины собирали в России, да? И вот самолеты сейчас все это собираются национализировать, но вопрос все равно остается открытым, где брать запчасти для ремонта. А где брать специалистов? Для ремонта, которые тоже уезжают. Да, да, где брать, как их привлекать. Здесь даже, кстати, вот буквально вот на фоне этой всей ситуации почти сразу появились анекдоты новые. Есть такой анекдот, я недавно прочел. Представьте, что вы несколько лет ждали важного мероприятия, но проспали его. А вот Жириновскому и представлять не надо. Тема оказалась намного более обширной, чем я ожидал. Я был удивлен тому, насколько, оказывается, то есть, протекали какие-то фоновые процессы, знали, что что-то там происходит. Когда начинаешь копать, оказывается, что вот такая вот паника уже который год подряд длится среди определенной прослойки населения. Но большая часть пребывала вот в таком вот состоянии. Просто после того, как я сам переехал, я примерно, наверное, порядка год или около года мне пришлось многое у себя в голове перестраивать. Ну, короче, Инстаграм стал последней каплей. Теперь из России все побегут просто. Ну, там же ряд целых социальных сетей, там не только Инстаграм. Вот, просто, вот допустим, если взять ту же Северную Корею, то так люди живут там уже поколениями. И в тот момент, до того, как появились Инстаграмы и всякие интернеты, вот до этого там произошло вот такое захлопывание. И поэтому, ну, оно прошло более безболезненно. А здесь очень трудно будет. Слушай, ну, Иран с 70-х годов так живет. В России это намного тяжелее такое существование. Сейчас, да. Да, болезненнее такое сделать. Тем более, самый быстрый интернет в мире был до сих пор в России. Говорят, сейчас вроде уже должен замедлиться потихоньку. Потому что там какие-то пути изменятся. Или в России, или в Южной Корее, или вот, ну, да, ну, один из самых лучших. То есть, в Европе многие говорили, кто путешествовал, что в России очень хороший интернет был. Я почему-то все время вспоминаю этот мультик «Падал, прошлогодний снег». Ой, какой хороший половичок был. Вот если посмотреть вот этот мультфильм, там очень многое говорится вообще в целом о советском, а потом уже и российском среднестатистическом мужике, да, человеке. Там очень четко описан образ. Вроде такой детский мультик, но если его пересмотреть сегодня, сегодня он уже смотрится совсем по-другому. Это архетип. Да, да, да. Усредненный россиянин. Советую посмотреть тем, кто не в курсе, тем, кто родился, может быть, в начале 2000-х. Вот, посмотрите. Это пластилиновый мультфильм. Стас Садальский, который озвучивает этот мультфильм, это высшая актерская игра, конечно. Кстати, после того, как для российских авиакомпаний было закрыто небо на целом рядом стран, там, среди них Албания, Великобритания. На всей Европе, по-моему. Ну, короче, там, Северная Македония, я даже забыл, я даже не знал на существование такой страны. Я не знал, что существует такая страна, как Эритрея, пока она не проголосовала за Россию. Черногория, Швейцария, ну и так далее, Молдавия, многие страны запретили, и Россия в ответ тоже ввела ограничительные меры для авиакомпаний из 36 стран. Тоже Могем, сказали они, и вот с 28 февраля, по крайней мере, по состоянию на 28 февраля, это было порядка 36 стран. Вот, и это страны из Евросоюза, конечно же. Ну, здесь длиннющий список, там, в общем, перечислять смысла нет, в общем, страны Евросоюза, так, кстати, и Кипр входит, как ни странно, его тоже туда включили. Теперь, вот, реально, вот, какие перспективы, да, вот, человек решил поменять свою жизнь, уехать, какую страну выбрать, это на самом деле довольно сложный вопрос. Почему? Потому что здесь человек определяет для себя, во-первых, как будет протекать вся остальная его жизнь, вот, с этого момента и дальше. Во-вторых, он должен четко для себя подобрать страну, которая подходит ему не только ментально, но и там, где он сможет себя реализовать как профессионал. То есть, очень большое количество обстоятельств, которые приходится учитывать при переезде. Европа на сегодняшний день, как мне кажется, Европа все. Почему? Потому что, ну, она была привлекательной страной, вплоть там до середины, вплоть до последних десяти лет. Вот, а теперь уже как бы, ну, вот в основном, после начала событий в Сирии, очень большое количество мигрантов туда уехало и европейским странам пришлось менять миграционную политику, там, усложнять и все такое. Поэтому, как мне кажется, Европа, в принципе, уже перестает быть комфортным местом для мусульман и это мы знаем по событиям, которые произошли во Франции, по тем политическим инициативам, которые были со стороны Эммануила Макрона. Вот, по всем этим моментам мы, конечно, определяем, что, скорее всего, Европа, если у Франции прокатило, да, и все остальные страны подхватят эти же настроения и инициативы, да, то, скорее всего, для мусульман это перестанет быть комфортным местом. И вообще, праворадикальные настроения среди политиков Европы сейчас очень популярны и побеждают на выборах во многих европейских странах или в выборах в парламент или на пост премьер-министра или постпрезидента люди, которые, в принципе, придерживаются праворадикальных взглядов, которые... То есть, националистических. Да, националистических, то есть, они видят свое государство как, ну, если даже не мононациональное государство, а вот именно как с жесткой политикой относительно иммигрантов. И вот здесь все равно такое двуличие, типа, вот, строго определенных иммигрантов. вот иммигрант из Украины это желанный иммигрант, а вот сириец это не очень желанный. Ну, с другой стороны, если так подумать, это две разные цивилизации. Украинец это часть европейской цивилизации, по крайней мере, себя, они декларируют, да, свои ценности как европейские. И здесь меня их трудно как-то вот, согласно их логике, трудно их в чем-то винить. Да, они... Ну, часть христианского мира, я согласен. Но это... Но они как бы православные, они не католики, они не протестанты. Ну, они, как сказать, они лицом развернуты в сторону Европы. То есть, мне кажется, здесь не стоит их винить за это. Ну, вместе с этим я согласен, что, например, беженцы из Ближнего Востока не видят себя имплицированными, такими встроенными в эту систему. Они живут в гетто, они не собираются как-то входить в эти общества. Вот приезжают, допустим, мигранты в количестве там двухсот, допустим, семей в какую-то страну. Естественно, они будут тянуться друг к другу, искать какие-то места и таким образом образуется гетто, стихийно образуется, они какой-то один район выкупают, как правило, это бывают недорогие районы и потом в итоге этот район превращается в район по имени их национальности. Там Арабский квартал, Чайна Таун. Чайна Таун, да. Вот так вот получается. И потом, если сейчас мыслить мозгами среднестатистического европейца, он живет в своем городе. В течение 10 лет он видит, как буквально там в километре от него образовывался Арабский квартал, а потом он боится через этот квартал ходить, потому что там все закрытые, там женщины, ну как вот он не привык это видеть, в его понимании. Человек в принципе боится всего, что он не знает. Да, там все бородатые мужчины, там он ходит и он начинает этого побаиваться. И конечно, всего чего он боится, у него начинается какое-то отторжение. И тем более, учитывая то обстоятельство, что к сожалению и к нашему стыду далеко не все мусульманы интеллигентные. Являются примером. Да, да, интеллигентными. И там зачастую в таких местах, кстати, бывает и наркоторговля, которая есть и в других местах, но обращают-то внимание на мигрантов, на не своих, как бы эти-то барыги наши барыги, а это чужие. Вот, то есть и соответствующая реакция бывает. Потому что ислам именно декларирует и представляет себя как эталон, и тут на этом фоне вот такое. Конечно, это будет обращать внимание. Возвращаясь обратно в Россию, тот ущерб, который сейчас, или скажем, да, тот ущерб, который нанесен сейчас в стране, приблизительно, как говорят, уже на текущий момент, это порядка, приблизительно по тысяче долларов с каждого жителя страны. Вот, на текущий момент. 140 миллиардов. Примерно вот такие вот цифры на сегодняшний день уже говорят. То есть, это, к сожалению, не такой запас, который можно восполнить на раз-два. Поэтому те люди, которые уезжают из страны и к вопросу о том, скоро ли они вернутся, мне кажется, из этих цифр можно сделать определенные выводы, насколько скоро они вернутся. Это только сейчас идет по нарастающей. Кто-то из экономистов даже сказал, что если сегодня отменят эти санкции, эхо этого будет над страной еще 10 лет. 10 лет. Выбираться из этого болота мы будем 10 лет. Бывают какие-то триггеры у человека. Я когда услышал похожую фразу от своего родственника, который давным-давно уехал в Штаты, и он сказал, почему я решил, ему на тот момент было примерно столько, сколько мне сейчас. И он сказал, я просто подумал о том, что я смотрю на своих родителей, я помню, когда им было примерно столько, сколько мне. И вижу, что они испытывали те же самые проблемы, что мы сейчас. И сейчас мы испытываем те же проблемы, которые были у них 40 лет назад. И я понимаю, что наши дети опять будут проходить те же самые круги, что и мы. И вот этот момент для меня стал как бы решающим, когда я окончательно решил о том, что пора. Многие люди уезжают, я помню времена, когда, например, в Турцию приезжали люди с двумя сотнями долларов в кармане, приезжали, заселялись здесь, жили там год-два, могли ходить без работы, без ничего, их как-то там из-за того подогревали, денежку подбрасывали, потом как-то устоятся, обживутся. Сейчас же те, кто переезжает, как я вижу, сейчас переезжают с большим умом уже, или, скажем, уже есть возможность лучше подготовиться, дети в охапку, там какое-то имущество с собой перевозят, и, конечно, сразу начинают строить какие-то планы. И если раньше там закупались консервами, то сейчас плазмами, да, плазмами, как это, шутка даже на эту тему ходила, там автомобили покупают, да. Вот, говорит ли я бы это на твой взгляд, что с тех пор жизнь все-таки стала лучше, или нет? Я, в принципе, знаешь, как не сторонник того, чтобы именно закупаться, я-то уехал еще в 2013 году. Причина моего отъезда была именно, вот мы с тобой обсуждали, исторически, вот существует такое понятие, да, как человечество, и для него, в принципе, естественный был кочевой образ жизни, да, за исключением тех моментов, когда то или иное племя находило самые оптимальные, благоприятные условия для своей жизни, там доступ к воде очень близко, доступ к древесине, чтобы можно было охотиться, что-то там выращивать и так далее, более-менее оседлая жизнь еще была, а так в основном эмигрировали, то есть эмиграция это такой естественный процесс для того, чтобы и мир посмотреть, и себя показать, даже, например, раз в год какие-то ярмарки устраивались для того, чтобы с других городов... Ну, согласно, да, согласно, допустим, тому же Харарри, да, вот это известное и нашумевшее, но в то же время спорная книга Сапиенс, Сапиенс называется, она Иваль Ной Харарри, вот, согласно ему, то есть его мнению, да, человек в большей степени по природе своей кочевник, Аллах создал нас такими, что мы в большей степени кочевники, чем оседлые, то есть для нас это более естественно. Естественно. В частности, на что он ссылается? У кочевников более скудный, но гораздо более разнообразный рацион, то есть ест он в объеме своем меньше, но разнообразие потребляемой пищи выше, вот, и, конечно, соответствующие от этого последствия. Первое. Второе, меньше всяких эпидемий, болезней и так далее было в древние времена среди кочевников, потому что, если кто-то заболел, его там в дороге так и бросали, и он там помирал. А если когда начинали жить оседло, то, соответственно, там, особенно через домашних животных разносились различные болезни. Ну, в густонаселенных городах, конечно, все это попроще распространяется. Да, и кто сделал человека оседлым, или точнее, что? Это пшеница. Сажали пшеницу, и люди были вынуждены ухаживать за этой пшеницей, потому что отойдешь, ее кто-нибудь либо сворует, либо съест, либо она испортится каким-то иным образом. И получилось, что не человек, там, 9,5 или там 10 тысяч лет назад одомашнил пшеницу, а пшеница человека... Кстати, рис тоже примерно одновременно. В одной части мира была пшеница, в другой рис. Таким образом, почему именно пшеница и почему именно рис? Потому что эти две культуры, они на единицу почвы, там, на один квадратный метр приносят самое большое количество калорий. То есть, насытиться можно. Освободились руки у женщин во многом, потому что женщины могли раньше отнимать детей от груди, потому что они могли кормить их теперь кашами, которых до этого не было. Соответственно, как бы женщина для племени стала более полезной, там, производительной и все такое. То есть, вот такая вот интересная теория относительно кочевых и оседлых структур. И, конечно же, это происходило не единовременно. Некоторые оставались там тысячелетиями оседлыми, некоторые также кочевали. С исчезновением как такового, если можно, например, последние дни османского халифата называть его каким-то исламским государством, хотя вопрос очень спорный в силу того, что там уже были и принятые законы, и явно противоречащие законам шариата и так далее. Но как бы ни было, сейчас вот... Где-то, по-моему, с 19 века, если не ошибаюсь, они уже начали, да, вводить. Если все эти условности мы выводим за скобки, просто говорим, что вот было какое-то единое государство, после Первой мировой войны его там раздробили на много государств, да, там создали Лигу нации, начали подниматься националистические идеи в арабских странах и так далее, и поддерживалось это все извне. Началась вот эта эра глобальных переселений самих мусульман, будь то из России, с Кавказа, с Татарстана, вот с тех областей, где преимущественно проживали мусульмане, и этот процесс, мне кажется, он так и идет. Ты имеешь в виду вот эта инерция после падения Османской империи? Да, мусульмане постоянно куда-то переселяются. Я не удивляюсь тому, что сегодня во Франции живет очень много выходцев с Марокко и Алжира. Те страны, которые были колонизированы теми или иными европейскими странами, они, соответственно, и были и перенаселены теми людьми, страны которых они колонизировали. Ну да, это вполне логично. То есть алжирцы и марокканцы, их много там во Франции, в Германии много там других. Ну конечно, это удобно, он становится, как он получает паспорт той страны, которая его оккупировала, колонизировала, и он в эту страну переезжает, потому что в его стране все плохо. Ну поэтому сегодня у всех кавказцев, да, сегодня российский паспорт. Поэтому многие россияне уже воют от избытка там всяких пляшущих кавказцев в центре их городов. То есть вот этот процесс иммиграции, он все время проходил, но причины, которые двигали людьми, они всегда были разные. И я считаю, что все-таки в меньшинстве были те люди, которые убегали, да, или не убегали, или просто переезжали в силу того, что они не видели себя в той или иной стране, возможность для развития и роста как такового. Для раскрытия человеческого потенциала. Потенциала, да. Именно в России. То есть Россия, я считаю, это страна левшей. То есть ты можешь быть человеком, который может подковать блоху, но ты никому не нужен, как в мультике Карлсон, да. Я вас извиняюсь. Ну простите меня, на телевидении и без вас этого добра навалом. Огромный список можно взять эммигрантов, допустим, ну, среди западных селебрити даже элементарно, это тот же там Ди Каприо, ну, не он непосредственно, там предки, это Аврил Лавинь, которая по происхождению, там у нее, по-моему, царским каким-то офицером был. Слушай, Сергей Брин, самый известный человек, который уехал из России. Кто не знает, это человек, который изобрел Google. То есть создатель Google. То есть он ходил с этой идеей и не нашел инвесторов в России, то есть там он не был никому нужен. Он уехал в Америку и создал такую компанию, как Google. Почитайте историю создания Google, вы немножко будете удивлены. Сикорский, изобретатель вертолета. Он был царским военным, он-то уехал, понятно. Айзек Азимов. Если он оставался в России, его бы, скорее всего, расстреляли. Потому что он был человеком, который служил в белой армии, царской армии. Поэтому многие уезжали тогда из-за этого. Просто для того, чтобы свою жизнь спасти. Они не видели себя. А сегодня, благодаря изобретению этого человека, в принципе, существует такой вид транспорта, как вертолет. А следовательно, и квадрокоптеры, и байрактары. Аккуратно логику нашей беседы будем двигать к финишу, я так полагаю. И логикой заключается, как мне кажется, подведение итогов. Скажем, мораль. Иммиграция, это хорошо? К вопросу, хорошо ли это, это прекрасно, что люди имеют возможность путешествовать по миру. Это очень здорово. И дай бог, чтобы у всех хороших людей была возможность. И у плохих тоже, чтобы была возможность, чтобы они видели мир и становились лучше. А возможно, если не становится лучше, то пускай уезжают подальше от нас. Чтобы люди избавились от их вреда. Проводился где-то такой эксперимент, я сейчас не вспомню, где, как, но суть самого эксперимента заключалась в том, что как-то в тюрьме, в одной тюрьме разделили, значит, паханов, отдельную колонию, всех паханов собрали, значит, униженных в отдельную колонию, этих вот, мужиков в отдельную. И что произошло, что в отдельно взятых сообществах начали появляться паханы над паханами, униженные среди униженных, и там свои паханы. Опять началось, значит, деление, дробление. И что касается мира, я что хочу сказать, что люди вот так уезжают и постоянно между собой смешиваются, и, собственно, это и оздоравливает человечество тем, что оно постоянно перемещается, смешивается между собой генетически, культурно и так далее. То есть нельзя недооценивать, это, по сути, способствует постоянной стимуляции человечества и ее развитию. Когда человек переезжает, он попадает в очень сложные для себя обстоятельства. И, в принципе, я думаю, спорить мало кто будет, что человек добивается, если он ставит перед собой какие-то цели, он добивается их в том случае, когда над ним что-то давлеет, то есть когда он находится под принуждением. Знаешь, как вот на работу нужно идти, поэтому все мы можем вставать в 6 утра, для того, чтобы не опоздать на автобусную остановку и вовремя прийти. А если у тебя выходной и над тобой ничего не давлеет, то ты уже и не проснешься. То есть человек, в принципе, добивается многого, когда вот обстоятельства его к этому принуждают. И вот иммиграция это как раз-таки один из тех моментов, в которые ты не можешь с ним ничего сделать. Здесь уже нет соседей, здесь уже нет друзей, родителей и родственников, которые в случае чего тебя поддержат и помогут. Поэтому здесь тебе приходится прям вот выкручиваться и ты осознаешь, что оказывается я и это могу и это тоже могу. Ну и в то же время человек, когда начинает совершать какие-то действия без оглядки на то, что там его окружает родня, это тоже стимулирует. Потому как я говорю, я, например, уехал первые там месяца 8-9, я, наверное, привыкал к тому, что любые действия, которые ты предпринимаешь, ты сидишь сам, ты даже ни с кем не советуешься и как. Вот ты привыкаешь жить в каком-то сообществе. Мы на Кавказе всегда там семейные советы, там родственники собираются, старики общаются. И мы всегда принимаем решения, обязательно учитывая мнение старших, все такое. А тут уезжаешь и начинаешь понимать, строить жизнь сам. Это бодрит. Когда мы старались определить моральную сторону эмиграции, хорошо это или плохо, это хорошо, когда человек делает это в свое удовольствие. То есть он хочет переехать в новое место для того, чтобы открыть для себя какой-то новый экспириенс, вот это новые ощущения, но это плохо, когда это связано с тем, что ты вынужден спасать свою религию, спасать свою семью или бежать от войны и от всего остального. Это темная сторона Луны, темная сторона эмиграции, когда ты от чего-то бежишь, когда для тебя это является вынужденным шагом и толкает тебя к этому именно страх. Вот это плохо. Чтобы как-то подбодрить людей, да, мы говорим, например, о чем-то, что-то может быть хорошим, что-то плохим, но самое главное это не забывать. Быть может, то, что вам кажется злом, является для вас благом и быть может, то, что кажется вам хорошим, для вас является злом. Поэтому никогда этот принцип не забывайте и в первую очередь, да, если вы уже что-то надумали, советуйте со Всевышним Аллахом, прочитайте намаз, молитву и стихара и действуйте. Да, да, это очень важно и радуйтесь и очень важно, мне кажется, благодарить Аллаха за то, что имеется. Есть, конечно. Да, ни в коем случае не причитать, не жаловаться, не ныть, просто делаешь какие-то сложности, раз, проходит, потому что нытье, причитание, это такая штука, которая не справляет, сама себя самовоспроизводит, чем больше ты причитаешь, тем тяжелее бывает и когда ты просто делаешь что-то молча, в какой-то момент, конечно, хочется пожаловаться, но раз, проходит, ты оглядываешься назад и понимаешь, что ты преодолел большой путь или там можно кучу метафор различных на эту тему приводить. А помните, мы все жаловались, что был ковид, да? Да, да, да. Оказывается, как мы хорошо жили. То есть, да, вот такие вот нюансы, поэтому для всех тех, кто сейчас перебирается или собрался перебираться, делайте, дерзайте. Важно, чтобы жизнь складывалась так, как вам хочется, как вы желаете. Не смотри, не оглядывайтесь, принимайте решения сами и каждый человек, он может ехать в ту страну, в которую хочется, жить там, где хочется, земля наш общий дом. Это право, слава Богу, пока у нас никто не отнял и дай Бог не отнимет, иншаллах. Иншаллах. Берегите себя. Ассаляму алейкум. Алейкум. Ассаляму алейкум. Атвай баракету. Тому, кто послушает один аят из книги Всевышнего Аллаха, будет записана двойная награда. А тому, кто прочитает его, будет дарован свет в день воскрешения. Голос истины. Радио для мусульман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова